Савина Нина Ивановна Я Савина Нина Ивановна. Родилась в 1927 году, 10 октября 10-го месяца. Родилась в Ленинграде, коренная ленинградка. Жила на улице Моисеенко, том 4, квартира 31. Все 900 дней я прожила в блокаду, дней и ночей в блокаду в Ленинграде. Вместе с ленинградцами, не в человеческих условиях, под обстрелом, под снарядом, под бомбежкой. Вместе с ленинградцами. Училась я в 155-й школе Смоленского района. Жила в Смоленском районе. И занималась в дворце пионеров имени Жданова, в ансамбле Дунаевского до войны. Когда началась война, нам предложили... Мы на Олимпиаде заняли первое место. И нам предложили в пианино-лагерь ехать в Москву. Объявили в этот день, мол, что началась война. И так никакой поездки не было. Мой папа работал шофером. Был коммунист. Он пошел сразу в военкомат. Но по возрасту его не взяли в армию. Его взяли в Смоленском районе служить в МПО. Мама была домохозяйкой. Объявили войну, начались у нас бомбежки. Сначала такие нечасто, потом чаще стали бомбежки. И когда начиналась бомбежка, были на улице репродукторы. И они все объявляли воздушную тревогу, воздушную тревогу. И все должны... Народ должен... В это время гудели также и заводы, и фабрики гудки. Было очень страшно и неприятно. Народу было положено идти в бомбоебежище. Мы ходили в бомбоебежище, но недолго. Потом люди не стали бояться. Уже привыкли к обстрелам, к бомбежкам. И прятаться в бомбоебежище не стали. Потом по радио объявили, что связь с Ленинградом прерванная. Начали бомбить нас чаще. Стали бомбить Бадаевские склады. Разбомбили Бадаевские склады, а там находилось питание для Ленинграда. Жизнь стала у нас другая. Другая. И в это время, значит, прошло некоторое время, нам стали... Выдали карточки. Карточки такие. Было написано, например, там горчица, там соль, там булка, хлеб. Не булки, а хлеб просто один написано. Хлеб был написано. Маргарин. Масла не было никакого. Ну вот. А потом исчезали. Бадаевские склады-то сгорели. Продуктов-то нет. Нам же не поступали в Ленинград продукты. И остался один хлеб. Вот. Вот. И то хлеб там какой, там он с чем, ржаной он и не помню с чем. Он и на хлеб-то не похожий был. Там вот такой кусочек 125. И больше ничего и других. Сначала-то было написано, сколько граммов. И там перечень, там крупа такая или маргарин. А потом всё стало исчезать. Остался один хлеб. Нет ничего. И так мы жили. Люди стали истощённые. Все изменились. Облик людей изменился. И лицо изменилось, и внешность изменилось, и характер изменился. Люди стали истощённые, голодные. Голод косил людей. Люди падали уже и умирали. А ещё вот иду. Ещё в то время ходили лошади по Суворовскому. Ходили запряжённые. Не знаю, что они там подбирали или чего. Ну и ходили в блокаду. Вот идёт, лошадь спускает своё кало. А идёт там мужчина или парень, так даже, или женщина. Они шли, одеть нечего было. Вот идёте, одеяло на себя накинете с головы и идёте. Там. И вот они подбирают горячее кало, и с кало выбирают семя. Вот это меня тоже впечатлило с детскими глазами. Вот до чего люди жили. А так было очень много вырезано мякоти. Вот по дегтярному идёшь в проспекту, к отцу я ходила. Лежат трупы. Сначала подбирали, а потом весной стали их подбирать больше, чтобы не было эпидемии. А мягкие части отрезаны. Люди ели мясо человеческое. Это точно. Но это уже люди... Разум уже не тот, конечно. Нормальный человек не будет этим заниматься. Я так думаю. Часто мы знаем, что могли, в общем-то, схватить ребёнка запросто и... Да тогда и не брали. Тогда матери ели своих детей. В нашем доме вот хаид была, шестая квартира. Вот я же на месеньке жила. Она съела своих двух детей, а головы бросила под кроватью. Вот это я знаю. Ну вот, всё удивлялись в доме. Вот. Но её, она, говорит, с ума сошла. Её, значит, сам... Мы же ещё в больницу повели. Мы, подростки, старались всячески помогать взрослым. Мы знали, что город – фронт. Людей нету. Это самое. Взрослые, которые были у нас в Неграде, или умерли с голода, или ушли на войну. И мы, подростки, старались помогать взрослым, работать здесь за взрослым. Ну, сослужили мы, что мы были несовершеннолетние, поэтому дежурили на крыше. Мы смотрели, в какую сторону летят самолёты, куда они летят. И вот однажды был такой день в сентябре. Я число, конечно, не помню. День был такой. Мы встали на крыше, у нас было несколько ребят с нашего двора. И мы все стояли грязные, как солдаты, все запачканы в пыли, в грязи. И наблюдали за самолётом. И видим, со стороны Кронштадта летят 9 самолётов. Значит, 6 самолётов полетели в одну сторону, и 3 в нашу сторону. В Смолинский район летят. И вот они как раз подлетают. А у нас до войны выстроили в Смолинском районе очень красивое здание. Угол Суворовского и Красной Конницы. И вот они приблизились, бомбардировщики приблизились к этому зданию. И бомбили только это здание. А в это время в этом здании находились тяжелораненые. Потому что там из заводов, из фабрик там тоже... Заводы, фабрики тоже были эвакуированы. И поэтому было некуда разместить раненых. Они в это здание разместили раненых. Когда бомбардировщики стали бросать бомбу, именно они бросали бомбы вот эти на это здание. Было очень туманно, темно. В общем, страшно было. Я такого дня... Это мой день запечатлелся в глазах на всю жизнь. Когда они перестали бомбить, дым немножко осел, остановился. Мы все как любопытные, все побежали смотреть. Стены у дома не было. Значит, и валялись везде раненые, больные. Вместе в перемешку с кирпичами, с кровью, со стоном. Страшно было смотреть. Мой папа, он был сотрудником ПВО Смоленского района. Его в это время послали разбирать развалы эти. Ну и у него тоже так обошлось, что часть здания обрушилась ему на спину. И ему все там отбило. Положили его в госпиталь на Суворовской 63. Он уже больше не вставал. Я к нему ходила каждый день в госпиталь навещать папу. Я его очень любила. Но папа у меня был такой с характером деловой человек. Хороший. И вот я... Таких и не было, наверное. Я приходила каждый день, так как в этом районе я ходила к нему. Много чего видела. Уже были люди истощенные. Валялись от трупа на Дегтярной, на Суворовском. Переходишь через трупы, уже на них не смотришь. Уже мы привыкали к этому. И ходила каждый день к папу навещать в госпиталь. Но папа знал, что он уже больше не выживет. Он час пайка в то время делил со мной пополам. Я приходила в госпиталь. Все в палате удивлялись. Я помню, стояли железные кровати такие. Все удивлялись. Иван Тимофеевич опять разделил пайку свою пополам. Но чтобы одну часть отдать мне, поддержать меня. Я не брала, конечно. Я говорю, папа, я не буду кушать, ешь сам. А он сказал, нет, тебе надо жить. Вот кончится война, вы будете жить хорошо. И учиться надо продолжать, учиться жить. Так что ешь или не приходи ко мне. Ну, в таком смысле я старалась, конечно, брать. Так папа мой дожил до 27 января 1942 года. На ночь вечером его списали уже умирать домой. Жили мы тогда. У нас в комнате квартира была мама. Жили мы на кухне, так как стекол не было. Холода, ни дров, ни воды, ничего не было. Она там сжигала. Она у меня была набожная мама. Она и даже Библию сожла, и книги все сожла. Фотографии то, что было, все сожла. Только чтобы там подогреть чай или чего-нибудь. Или горчица из горчицы лепешки. У меня до сих пор аллергия на эту горчицу. И вот папа пришел домой. Пришел домой и, значит, тоже на плиту лег. Плита была чуть тепленькая, спать на плиту лег. А мы лежали как бы... Не, я не помню уже на чем. В общем, с мамой лежали на деревяшках на каких-то. Пальто спали, потому что холодно было. Было холодно. Даже насекомые были уже. Но вот потом весной только открыли бани. И папа у нас ночью умер. Я еще пришла, но он в сознании был. Мама вот мои 125 грамм хлеба, она делила на три части. И завтрак, обед и ужин. И отдавала часть. Папа пришел, я от своей части даю. Третью часть от 125 даю папе хлеба. А он не берет. Доченька, я сыт, меня накормили. Он, кажется, ничего не взял. Ну вот. Ночью я, утром я просыпаюсь. Смотрю, папы нет плиты. Не лежит. Я говорю, мама, где папа? Она говорит, он ушел в больницу. Ну, я ей поверила. А он уже умер. Она его одна как-то перенесла в одну комнату. И там закрыла. Ну, морозы были. Для того, чтобы сохранить на три дня карточки. Хлеб за него получить. С этой целью. И она до первого числа мне не говорила, что вот, дочка, папа умер. Она знала, что я его очень улюбила, отца. Ну вот. И, значит, самое... Потом первое число, когда настало, она подошла и говорит, дочь, а папа-то умер, надо его хранить. А хранить-то негде, не с кем. Вот она просила соседа по лестнице. И она его зашила в полотенце, в простынь. Тогда зашивали в простынь, только лицо открывало. И говорит, иди простись с папой в комнату. Я пошла в комнату, значит, прощаться. Я не верила. Кричала его, нет, папа живет, нет, папа живет. Я не верила, что папа умер. Ну, потом, когда я его поцеловала, поняла, что холодный, как камень. Я уже поняла, что папы нет. И они с этим соседом увезли на саночках папу до Охтинского кладбища. Ну, тогда все так делали. А там они оставляли трупы. И, значит, это самое, там, куда их отправляли. Ну, потом закапывали, наверное, вот так. На другой день, после таких похорон, так как мать у меня была набожная, она, значит, на другой день не встала с кровати. Не встала с кровати, молчит, есть не знает чего. Да и что там есть-то. Я не знала, там по карточке пошла, выкупила, и хлеб она не ела. Потом, так как у нас семья считалась хорошей, соседка по лестнице, так Мария Адамовна, такая довятая, она работала в то время в Александровской больнице с сестрой-хозяйкой. У нее была возможность. Она пришла к нам и говорит, «Нина, давай я с мамой поговорю». Посмотрела, значит, с мамой и видит, что не то. Она говорит, «Тебе с мамой оставаться нельзя». Мама стала говорить, «Не то, что надо», отвечала на вопрос. С головой не то. Она вызвала скорую со своей Александровской больницей. Приехала скорая. Пришли врачи и два мужчины. И, в общем, она там пела, танцевала. В общем, ее увезли на Васильевский остров, пятую линию. С тех пор я маму не видела. У меня бывала Евгения Франция у нас была. Я училась хорошо до войны. Она мне сказала, «Не на тебе 30 копеек, съезди в больницу маму навести». Узнать-то как мама зашла. Первый раз я приехала. Сказали, есть хорошо, по ночам не спит. Второй раз она мне дала 30 копеек. Я поехала. А мне сказали, ее не существует. И все, никто со мной разговаривать не стал. Никому я не нужна. И я не знала, где похоронены мои родители. Ну, в общем, часто я узнала. На Пискаревском мне дали вот это. Где отец на Охте похоронен. Ну, тут в общей могиле. А маму вот 27-й. Из больницы легче было тогда. Узнать, что она в больнице была и куда их хоронили. Ну, ну, что. Я осталась сиротой в 1942 году. В начале 1942 года. Мне было 13 лет. Я помню, я шла по Невскому. Вот мамы уже не было, да? Иду по лесу, смотрю, мама идет сзади. Ноги ее, она такая. У нее фигуры, ноги красивые были. Думаю, ой, мама, я бегу за ней, за этой женщиной. Бегу, помню, остановилась, рукой дотронулась. Женщина оглянулась, а я думаю, у меня же мамы-то нет, куда я иду, а? Вот так вот было дело. Было много случаев. Очень, конечно, трудно было. Я очень много пережила. Когда мама жива была, у нас, значит, школьников уже не стали не выдавать карточки родителям, а стали карточки выдавать в школу, чтобы школа нас кормила. Я уже ходила в седьмой класс, и, значит, нас кормили там завтрак, обед, ужин. Вот. А потом, значит, меня, это самое, меня пригласили, нас всех пригласили в ручьи весной уже в мае, в ручьи, в совхоз полоть там свёклу, ну, чтобы цинги не было. Ну, всё равно цинга уже была у всех. Вот. А потом, значит, мне пришла повестка в детдом. Для меня хотела это вот учерить Мария Адамовна, которая вот в больнице работала. Я у неё месяц пожила и не согласилась. Думаю, чего это я буду у людей жить, буду самостоятельно. Мне пришла повестка в детдом. В детдом я тоже не пошла. Я взяла повестку в детдом, взяла документы, свои, паспорт, и пошла в райсобед на вторую советскую. Пришла туда, сидели там, и в то время были люди хорошие. Жили две женщины, сидели. Они говорят, девочка, тебе чего есть? Я ей сказала, вот папа умер, мама умерла, плачу. Я говорю, что у меня в детдом, а я хочу жить самостоятельно, у меня квартира. Квартира-то была, конечно, у меня, но я не думала тогда о квартире. Я говорю, Миша, что мне делать? А на работу брали с 14 лет, а мне было еще 13. Они посидели со мной, поговорили, поплакали, пожалели меня. И говорят, ну хорошо, давай мы и выписываем другие метрики, год прибавим, и направили на работу в Смолинский комбинат швеей. Они так и сделали. Дали мне рабочую карточку. Рабочую карточку уже давали 500 грамм хлеба. Ну вот, и направили швеей. Там все, у нас там цех был такой, чтобы все для фронта шили, все для фронта. Рукавица там по мелочи всякая разная. Когда исполнилось нам 14 лет, нас направили на заводы Ждановы. Тогда город же был фронт, нужны были руки, силы. И нас, мальчиков, кто там работал с Смолинским комбинатом, и девочек, нас всех направили на завод Ждановы. А до этого, когда я работала, значит, я познакомилась в ателье с двумя девочками, с подругами, с которыми я так всю жизнь прожила. 65 лет дружили, тоже их сейчас уже нет. Ну вот. И родители меня приглашали чай пить, меня как-то жили. Ну, факт, что я уже была не одна жила с людьми. И подруги меня приглашали себе чай пить. Ну, как чай пить? Каждый приходил со своим пайком. Там кипятку накипятят, но было все равно общение. Мы общались, разговаривали. И тепло было. И я уже была не одна. Потом нас всех... Когда, значит, начал... Нам с 14 лет... Ну, да, примерно стало уже 14 лет. Нас всем дали направление на Ждановский завод работать. Это судостроители. Теперь «Северная верфь» называется он. Вот. Ну, мы пришли кто куда на работу устраиваться. Спрашивали, кем хочешь. Надо было чертежницы. Там требовались изолировщицы. И на разметку. Ну, все по-разному. Одна подруга у меня пошла чертежницей. Вторая, значит, на разметку. А я изолировщица. Они говорят, ну, куда ты пойдешь? Грязная работа. Я говорю, там платят больше. Мне за квартиру надо платить. А я одна живу. В общем, пошла я изолировщица. Изолировщица. Ну, вот. И вот там я и работаю. Изолировщицы. Работа была. И строили эсминцы, ремонтировали эсминцы. На букву «С» серия. Остерегущий, смелый, строгий. Вот такие были все эсминцы. Вот. Работала я изолировщица. В машинных отделениях, в трюмах, в отсеках. Очень было трудно. Холодно. Мерзли. Ноги прилипали к железу. В воде же, считай, мы стояли. Ну, как здесь ногами не валять. Вот. Там же работали и свадщики. И стружка ржавая летела в лицо. Работали с переносками. В общем, так там я и работала. Потом, значит, что… На жранском, да, заводе. Ну, вот. Потом оценили наш труд. Начала… Это самое… Кончилось… Да. В 43-м году нам, значит, дали медали. Вот нам, подросткам, дали медали за оборону Легера. Так что мы заслужили. И вот. И гордились этим. В 46-м уже, да. А так еще работали мы. В выходное или в свободное время ходили работать. Дежурили в госпитале. Там и пели песни, и писали под диктовку письма, и выносили судно. В общем, какая работа была, такую мы все делали. Но везде. Работали на Московском вокзале, чистили рельсы. Ходили… Время оставалось, а самое страшное было голод, конечно. И мы все время думали о еде. И разговор у нас был только про еду. И все. Но мы не разрешали себе, чтобы разумом командовал желудок. Мы старались работать и помогать людям. И как могли, и что делали. Везде все работали. Чистили дворы. Это самое. Все ухаживали за ранеными. В общем, вся работа, которая была нужна, мы везде работали. Потом стало уже легче. Мы стали учиться. Ходили в вечернюю школу. Вот, окончали я в 8-9-й. Потом в техникум. Потом вот так и стали жили. Ну вот, я говорю, Родина нас наградила за это. Вот медалью мне дали в 43-м году. 31 января накануне Нового года. А на этой медали зеленая ленточка висит, видите. А зеленая ленточка – это жизнь. А нам так хотела жизнь. И мы старались. И мы вложили своего труда в День Победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова